всех приветствую на своем канале и в этом видео я хотел бы поговорить о тематике экологии да да уже очень много я про это снимал и есть хорошие видео есть не очень видео которые зашли или не зашли но эта тематика должна быть интересна не только мне или greenpeace или ввф или еще каким-то экологическим организациям или сумасшедшим людям которые заботятся о экологии эта тематика должна быть интересна первую очередь вам первую очередь тебе зритель и так как касается всех потому что мы живем на одной планете и к сожалению у нас нету другой планеты на которой мы могли бы переехать в своем видеоблоге я часто затрагиваю такие тематики как экология потому что это действительно меня водоражит действительно эта тема очень мне близка и мне кажется эта тема должна быть близкая тебе потому что мы живем в мире которая очень сильно подвержен денежно-экономическим отношениям и люди порой гоняясь за деньгами забывают что есть еще и окружающая среда есть и мир дикий мир есть природа флора и фауна которая нуждается в нашей защите так как мы люди имеем мозг и нам очень важно этим мозгом уметь воспользоваться так как у животных нет возможности защититься от того что творят люди и так я хотел бы посвятить некоторые еще определенные тематики экологии и затронуть такие вещи как бороться с загрязнением и какие есть интересные факты и всевозможные новости по этой тематике пера наверно новость которой мне интересно действительно и я думаю будет интересно вам опять-таки не забывайте лица этими новостями чтобы люди в первую очередь задумывались боль больше задумали чаще задумывались о экологии задумывались от чистоте в природе защите природы и так греческий остров использует ве удаленный остров на пути тому чтобы стать энергетически самодостаточным уязвимость в связи с изменением климата и проблемы устойчивого развития становится все более очевидными особенно для островов и в данном случае греческий остров пошел по пути того чтобы развиваться не только в плане туризма но и в плане энергетики что они сделали так как существовали трудности в энергоснабжении и остров задумался о том чтобы как-то эту проблему решить они обратились к экологически чистым энергетическим решением проект тилос финансируемые евросоюзом должен сделать остров тилос греции первом средиземноморье который будет использовать исключительно возобновляемые источники энергии этот крошечный остров в эгейском море с населением около 500 человек испытывает течение лета большой наплыв туристы сегодня там использует ископаемое топливо чтобы покрыть расход энергии также электричество идет соседних островов кос через подводный кабель от дизельной электростанции однако подводные соединения ненадежно из-за частых неисправностей что вызывает отключение питания и это влияет на туристический бизнес на тилосе где туризм является основным источником дохода в общем для того чтобы решить эту проблему они запустили этот проект и основная цель проекта стала продемонстрировать потенциал батареи и режим сохранения энергии которые взаимодействуют с основной электрической сетью руководитель проекта подчеркнул важность аспекта накопления энергии по мере того как остров станет свободен от зависимости в ископаемом топливе используя силу ветра и солнца он может экспортировать энергию в кос вместо ее импорта так это один из примеров того как действительно новые источники энергии могут повлиять на то чтобы мы могли с вами дальнейшем развиваться уже не в каменном веке да не вот этом 19 веке дни за счет нефти а за счет возобновляемых источников энергии мне кажется это очень круто и для тех кто действительно интересуется проблемой экологии интересуется альтернативной энергетикой и тому как повлиять на мир как заработать на этом вся информация будет в описании думаю вам понравится если вам действительно интересна эта тематика не забывайте подписаться на канал не забывайте поделиться этим видео потому что это действительно важно не только для меня одного не только для тех кто радеется экологию за природу за чистый воздух или воду а для всех нас потому что я повторюсь мы живем все на одной планете и нам всем нужно заботиться о ней поэтому давайте как-то поддержим данный проект данную тематику всем спасибо пока пока